Координаты центра тяжести Тогда можно говорить про площадь всей фигуры Ну и последнее, самое простое, пожалуй, это фигура пространственная, но составлена из линейных элементов Эти фигуры имеют только длину, отдельная часть этих фигур имеет только длину Тогда координаты вычисляются очень просто Значит, xc вычисляется по той же формуле, что и для плоских фигур То есть это будет единица на l, под l обозначим общая длина всех элементов А здесь напишем сумма x и t на l и t Значит, x и t это координаты центра тяжести той фигуры, которая имеет длину l и t Суммирование по всем и меняется от единицы до n, где n число элементов Аналогично, yc равняется единице на l сумма y и t, l и t И zc единицы на l сумма z и t, l и t, где выпишем l равняется сумма l и t Рассмотрим самый простой пример Пускай фигура состоит из четырех частей и расположена в осях x, y, z следующим образом x, y, z следующим образом x, y, z Три элемента лежат в плоскости x, y Один элемент длиной 3 Пускай он будет элемент номер 1 Вот мы этот размер 3 вот так вот укажем Другой элемент 4 Пусть кай он лежит как раз в точности на оси y Немножко толще напишем Это длиной 4 Ну и соединяет в конце этих двух элементов вот такая гипотеноза Легко догадаться, что длина у нее будет 5 3 в квадрате плюс 4 в квадрате извлекаем корень, получается 5 Но длину 5, пожалуй, можно здесь не писать Просто вспомнить, что это длина 5 А номера стоит поставить Это пускай номер 1, я в кружочке обозначу, чтобы не путаться с размером 2 Это третий элемент А четвертый элемент, он лежит ниже плоскости x, y И параллельной оси z Пускай он имеет длину 8 Дальше осталось по этим формулам посчитать координаты Но можно сразу же писать Начнем с длины Значит, L равняется 3 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 8 Получается длина 20 каких-то единиц Но опять мы не оговариваем каких-то единиц Условно будем считать, что это метры Значит, получается 20 единиц длины Вычислим координату x Записываем xc равняется 1,2 И дальше по этой формуле умножаем длины на соответствующие координаты Начнем с первой фигуры У первой фигуры длина 3 Пишем 3 Координата центра тяжести, она однородная Будем считать, что это однородная Бывает, конечно, неоднородная Тогда получается точность в середине То есть 1,5 Плюс координаты вот этой Но это 0, можно не писать У нее находится на оси Y Координата 3 Точность такая же, как и координата 1 У нас они лежат на одной прямой параллельной оси Y Центра, это средняя линия фактически треугольника Получается длина 5 умноженная тоже на 1,5 И последняя фигура четвертая длиной 8 На координату у нее вот эта координата этой точки Это 3 Значит, получается у нас здесь 12 Здесь 24 Получается 36 Делим на 20 Получается 1,8 Ну если это в метрах, то значит метры Аналогичный YC YC тоже 1,20 Координата первой фигуры Y будет 0 Не пишем Координата второй фигуры будет 2 А длина 4 То есть умножаем 4 на 2 Плюс длина 5 Координаты опять в среднюю линию проводим Это средняя линия, значит у нее будет такая же координата То есть на 2 Ну а эта фигура имеет То есть этот отрезочек имеет координату 0 Поэтому все очень просто Здесь получается 10 18 Значит получается 18,20 Или 0,9 каких-то единиц Самый простой получился с осью Z Значит если напишем ZC То мы так удачно расположили ее фигуру Что все координаты оказались 0 В принципе когда дают задачу Обычно координаты не располагают Ось координат не располагают А фигура просто изображена А оси координаты уж сами выбираем Так обычно удобно выбирать так Чтобы оси координат проходили Через центры тяжести всех фигур Как можно больше Вот здесь мы самый удачный способ Расположения осей координат выбрали Поэтому от всей суммы остается только одно значение Это минус 4 Ну это понятно Координата будет минус 4 На длину 8 Деленная на 20 Ясно, что координата будет отрицательная Минус 32,20 То есть минус 1,6 Ну теперь прикинем Где у нас получилась точка У нас точка получилась 1,6 вниз Где-то у нас четверка Ну здесь двойка Ну где-то вот на этом уровне На этом уровне находится точка Теперь по оси Х По оси Х это 1,8 Это больше чем половина Где-то вот здесь вот И в целых 0,9 Это совсем небольшое значение Почти что 1,25 Где-то вот в этом месте у нас получается Центр тяжести Обратите внимание, что центр тяжести на самой фигуре не лежит Интуитивно кажется, что если центр тяжести То он лежит на самой фигуре И он может лежать в неком геометрическом пространстве Вне этой фигуры Но аналогично решаются задачи На определение координат центра тяжести И фигур состоящих отдельных площадей И из отдельных объемов Отличие только в том, что будет здесь Не длинны соответствующих элементов А там площади, например Или не длинны, а объемы Но для определения координат центра тяжести площадей Это надо опять, может быть, каждую фигуру разбивать на более простые Ну что мы знаем Центр тяжести треугольника Прямоугольника Ну и каких-то остальных фигур Там сектора, сегмента А остальные приходится конструировать из отдельных частей Либо использовать формулу Грина Она как бы универсальная Можно рассчитать для любого случая Хуже дело обстоит для пространственных фигур Там надо брать специальные трехкратные интегралы Тройные интегралы, которые сходятся к трехкратным И вычислять координаты центра тяжести отдельных элементов Но там еще меньший набор У нас там имеется призма, пирамида, сфера, полусфера Вот для этих фигур ищется отдельный центр тяжести И конструируется центр тяжести всей фигуры в целом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok